Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Кто-нибудь понял прикол, почему Самвел, когда приходит к маме, бегает по всей квартире в обуви, а потом, если у него вдруг появится такое желание ее снять, он делает это перед зеркалом? Ему разве никто не объяснял, что снимать грязную обувь нужно на пороге? Если бы я не знала ТВ-шку, меня бы удивило, почему она не делает ему по этому поводу никакого замечания. Но ведь она и сама не видит ничего страшного в том, чтобы выйти в носках на лестничную клетку, а в случае необходимости спуститься немножко и ниже, а потом вернуться в квартиру и лечь в этих носках в кровать. Но в любом случае Самвел у себя в квартире никогда этого не делает, он всегда разувается на пороге. Если он считает, что у мамки настолько грязно, ну тогда пусть вообще не снимает обувь, но вот эти сброшенные на полпути кроссовки меня, честно говоря, всегда удивляют. Эх, баб Тань, баб Тань, теряет нюху старая волчица, так проколоться. Баба Таня попалась в миллионный раз. На кухне Самвел увидел у нее открытый батончик. Он когда только пришел, увидел у нее на лице какие-то непонятные следы. Со стороны выглядело, будто это кровь у нее запеклась возле губ. Но баба Таня быстро утерлась, а потом выяснилось, что это были остатки шоколада. Один такой батончик она уже навернула, а вот второй не успела. Хотя у нее было уйма времени, чтобы спрятать все улики. Пока Самвел зашел в квартиру, пока разделся, разулся, начал распаковывать посылку, которую он получил, она в это время благополучно ела шоколадку, стоя на кухне. И зная, что она ест неаккуратно, она даже не подумала о том, чтобы умыть лицо и вытереться. А вторую шоколадку надо спрятать, коробку выбросить. Самвел, конечно, предъявил ей эти улики. Она сделала, знаете, несколько вялых попыток оправдаться, но при этом смотрела нагло и без страха. А есть зрители, которые считают, будто он ее зашугал. Она его панически боится. Если бы она его боялась, она бы не посмела среди бела дня в нахалку жрать шоколад. Она бы сделала это втихаря, ночью. Вот Самвел и говорил в прошлом видео о том, что мамка, когда жила у Эдика, у нее был при этом высокий сахар, так как она ела там все, что хотела. Я уже неоднократно говорила об этом, и в том обзоре я пропустила информацию об этом. Ну, раз пошла такая пьянка, поговорим в этом. А у него она держит себя в ежовых рукавицах, да? Не позволяет себе лишнего съесть, даже крупицы. Сахар у нее всегда идеальный. Почему же он не предъявляет претензий себе, что при нем мамка так себя ведет? И позволяет себе, не боясь, жрать шоколад. Зная, что он может прийти в любой момент. Она даже прятать не стала. Представляете, первый баточек она в наглую жрала, зная, что он находится в квартире. Раз баба Таня наметила их съесть именно сейчас, она не стала себе отказывать в этом удовольствии. Это борьба с ветряными мельницами. Он сам говорил, пока человек не захочет, его никто не заставит. Вот пока он сам не захотел похудеть, он этого не делал. Вот тот же принцип должен работать и в отношении ТВ. Она не хочет держать диету. Она не хочет себя ограничивать. Да, Эдик сильно виноват в том, что мать не соблюдала режим в питании и сне. А то, что она у него делает все то же самое. Спать ложится в три часа ночи из-под палки, потому что он ее заставил. И при этом жрет все, что хочет. Это нормально. Он своей вины в этом не чувствует. Он устал, он умаялся. Он столько делает ради матери. А вот брат виноват. У сильного всегда бессильный виноват. А как баба Таня выкручивалась, когда Севка предъявлял ей эти улики, на голубом глазу врала. Смотрит Севке в лицо и пытается оправдаться. Я шукала, я о там, о то, о сё. Я шукала батарейки, а нашла в коробке эти конфеты. Ну и нашла. И что с того? Конфета наглая, да? Сама распечаталась. Залезла ей нахально в рот. Баба Таня как могла сжимала зубы, не давая ей туда пролезть. Но конфета оказалась сильнее. Эти конфеты им присылали. Скорее всего, она их оставляла, чтобы раздать по своим инстанциям. Но до Зины эта шоколадка так и не дошла. Теперь можно предложить Зине поискать ее под балконом у ТВшки. Так как Севка второй батончик, который ТВ только успела развернуть, но не успела съесть, вышвырнул из окна. Он считает, что если выбрасывать пищевые отходы, то они там надолго не задержатся. И кошки, собаки, птички, кто-нибудь это съест. Так-то оно так. Но пусть представят, что из каждой квартиры начнут выбрасывать все объедки. Домов там стоит много, квартир тоже много. И из каждой есть что выбросить. С расчетом на то, что пробежит какая-нибудь собачка и съест. Или птичка прилетит, поклюет. Или кошечка пройдет мимо, полежит. Какой-то процент съедят, но отходов останется очень много. Вот такие нерадивые люди и засирают планету. Они считают, что ничего страшного не произойдет, если они выбросят маленькую бумажку от конфетки. Ну что-то маленького. Она сейчас затеряется, тут улетит, упорхнет, от нее не останется и следа. За день мимо этого места пройдут сотни людей, а может быть и тысячи, если это большой город. И каждый после себя оставит какой-нибудь мусор. И будет уже не город, а свалка. В ресторан бабу Таню не взяли, она решила сама себя угостить. Да, Севка, конечно же, начал звонить Ире, пожаловаться надо. Так и сказал бы, не могу я за матерью ухаживать нормально, не получается и Руська у меня. Эдика в этом обвинял, значит и сам виноват. Севка рассказал Ире, как все произошло, называет мамку брехухой. А та, тупой улыбкой анаконды, улыбается, смотрит на него и ей вообще на все плевать. Желудочек у нее сейчас улыбается, баба Таня улыбается. От витаминки вчера она, бедненькая, чуть не сдохла, решила сегодня полечиться шоколадом. И у нее это получилось. Она сразу стала чувствовать себя лучше. Сахарек завтра будет 15, и она опять будет всплескивать руками и говорит, не знаю, почему такой высокий сахар, ведь я ем, Самвелка, только то, что мне можно и в положенное время. А почему такой сахар высокий, не понимаю. Ира Самвелу говорила, чтобы мать покупала продукты только на свою пенсию. Но ведь как-то же она жила отдельно. И севкой стал Ире объяснять, что отдельно мамке жить никак нельзя, она позволяет себе много лишнего. Можно подумать, у него она не позволяет себе много лишнего. Наелась шоколадных конфет, съела шоколадный батончик и хоть бы хны. Танька в шоколаде с улыбкой анаконды, ням-ням, сидит и плямкает этими губами. Так ей вкусненько и сладенько во рту. Ира решила, что баба Таня этот батончик купила, а та сказала, нет, он остался после распаковки какой-то посылки. А почему Ира сейчас не начала ругать брата за то, что он тащит матери в дом запрещенку? Распаковывает ее при ней, а потом еще и оставляет сладости в этой квартире. Если бы он не делал распаковку посылок у нее в квартире, тогда бы эти шоколадки у нее не остались. Каждый раз он ей приносит посылки со жратвой, иногда дает пожрать, иногда не дает. Но вот сам же он ее дразнит. Его вина в этом тоже есть. Почему Ира в данный момент его не ругает? Я понимаю, что эта ситуация бы не изменила. Магазины там на каждом углу, в них полно продается всяких сладких вкусняшек, которые при желании баба Таня может себе купить. А желание у нее хоть отбавляй. Но в любом случае, Севкина сейчас вина в том, что он принес и оставил. Потому что этот батончик, конкретно то, что она ела сейчас, было из посылок. Они куплены собственноручно. Поэтому часть вины Севка должен взять на себя. Не только баба Таня виновата, он тоже виноват. Кричит она им сейчас. Самый главный эндокринолог сказал, что отказывать себе нельзя. Прям он ей так лично в глаза и сказал, если вам хочется что-то съесть, вы должны это съесть. Хочется шоколада, ешьте шоколад. Хотите сахара, ешьте сахар. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Ира даже слушать об этом не хочет. Говорит, Самвел, я уже устала и не хочу это слушать. Пусть она ест все, что хочет. А на самом деле, если так и сделать. Сказать, ешь все, что считаешь нужным. Про сахар я у тебя спрашивать не буду. Он уже говорил ей про это, но все равно продолжает спрашивать. А вот если взять и не спрашивать. Сказать, следить за твоим питанием я не буду. Сахар у тебя 15, 25 или 35. Это твой личный выбор. Это твоя жизнь. Ты сама с этой секунды ею распоряжаешься. У меня своя жизнь, у тебя своя. Я долгие годы пытался с тобою как-то справиться. Пытался тебе объяснить, донести до тебя. Как он говорил, уже все зрители в ютюбе знают, что ей можно, чего нельзя, как правильно питаться при диабете. Не знаешь этого только ты, болеющая уже не один десяток лет этим самым диабетом. Скончаешься? Похороним и забудем о тебе. Или, видимо, не терпится, так как она предлагает пойти купить еще шоколадку и принести бабе Тане. Говорит, иди купи, пусть продолжает есть дальше. Ну и что она думает, баба Тане откажется? Она будет жрать. Если бы ТВ-шка жила с дочерью, вряд ли бы она сейчас сидела и довольно облизывалась. На губах еще остались частицы шоколада. На язык высовывает аж до самого подбородка, пытаясь слезать. С таким настроем дочери баба Тане уже давно бы присоединилась к своим родителям. Ира говорит, а может быть у нее глисты, она так много ест. Севка спрашивает, а когда мать мало ела? А откуда Ира это может знать? Вот сейчас она опять рассказывает о том, что в 16 лет, так же как и Самвел, она ушла из дома. До этого мать жила с нею периодами. Ира рассказывала, что когда ей было около 7 лет, мать непонятно откуда вернулась. Ира ее не узнала. При виде нее стала плакать, считая, что это чужая тетка заявилась. 7 лет это же практически взрослый ребенок. Это сколько должна была отсутствовать баба Таня, чтобы ее родная дочь успела забыть и не узнала, где она вообще все это время ошивалась. И где в это время находились маленькие братья ее. И получается, что когда баба Таня уехала жить в Крым на 3 года, Ира с ними не поехала. А ну да, все правильно. Самвел пошел там в первый класс. А Ире как раз исполнилось 17 лет примерно так. Вот вам и троеродица. Дети жить с нею не хотели. Улетали из дома, едва оперившись. А Ира потом еще пыталась оправдаться и говорила, да я на вот этой передаче моя правда совсем не то хотела говорить. А они так меня подвели к такой и такой теме. И получилась вот такая скандальная передача. Ну если скандальная передача и получилась, то только потому, что Ира рассказывала правду. Потому что все остальное время, вот сколько Севка снимает свои ролики, Ира только об этом и говорит. Ну вот представьте, хорошо, взять например другую семью, в которой не происходили все эти вещи. Ну вот позвали вас на передачу. А вам нечего рассказать. Вы жили в нормальной семье, там праздники, дни рождения, братья, сестры, родители за вами смотрели, как и должны смотреть. Ну как человек может рассказать, как можно его подвести к тому, если этого в его жизни не происходило. А Иру получается как-то подвели. Да нет, все то же самое они и рассказывают на протяжении уже 10 лет, сколько Севка находится на этой платформе. Прошла с Амвелу посылка. Гена кота шугал с кровати, постель чистая, нечего животному там топтаться, трясти своей шерстью. А грязной посылке, которая валялась непонятно где, на постели самое место. Гена, наверное, вот так если и смотрит их видео, скажет, боже мой, что они творят? Что вообще это за люди? Ира, это точно твои родственники? Или все-таки тебя откуда-то взяли? В капусте нашли, аист принес. Непонятно от кого посылка, непонятно откуда, Севка ничего не может понять, хотя имя и адрес отправителя на посылке указан. Ну, Севка решил ломать комедию. Ну, не только ж мамке этим заниматься, ему тоже хочется. Брать продукты от неизвестных людей, которые его случайно встретили на заправке, а потом их съедать, он не боится. И не боялся долгие годы. А вот эту посылку испугался. Мамку зовет заняться распаковкой. Говорит, в посылке что-то пищит. А вдруг, если случится большой бум? Если это случится, то, что он отошел на полтора метра, его не спасет. Меня улыбнула сама формулировка. Давай, мама, ты будешь разбирать эту посылку, а то она какая-то подозрительная. Вдруг бумкнет. Если вдруг что, тогда маменька в твоем доме заиграет музыка, но ты ее не услышишь. А мамке этой пофигу мороз. Она только что нажралась шоколадки и такая довольная, вот чего не соображает. И как кот, который вот от любопытства сует свой нос куда ему не следует, но очень интересно залезть, она уверенной рукой лезет в эту посылку, давай там шурудить, вытаскивает. О, бутылка вина и записка. Помогите связаться с вашим осветителем Даша. А на посылке он прочитал имя отправителя Андрей. Загадка, или Севка так читает, с него станется? Ну это все ерунда какая-то. Севка сам не понял, что к чему. Еще и плюс он заплатил за эту доставку, пересылку этой бутылки вина 135 гривен. Еще какого-то осветителя от него требует. Уходит Самвел и говорит мамке, ну что, все, я пошел, можешь продолжать жрать шоколад. Ну дай, дуй им. Тогда баба Таня бегом вниз под балкон. Может быть эту чиколятку еще не нашла ни собачка, ни кошечка, ни птичка. И вполне сможете доесть. А что баба Таня небрезгливо поднимет, подует и все, пошла конфетка как по маслу. Вот таким вот был мой обзор, на этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр, надолго не прощаюсь с вами. Всем пока!